Итак, добрый день. Сегодня мы с вами будем учиться работать с листами, выводить чертежи на печать, работа с видовыми экранами и настройки, необходимые в программном комплексе Autodesk AutoCAD для дальнейшей работы. Ну и еще посоздаем необходимые нам слои. В первую очередь, мы с вами перед началом всей работы, чтобы в дальнейшем избежать какой-либо ошибки при выводе чертежей на печать, через листы настроим программный комплекс. Для этого я нажимаю на заглавную буковку A в левом верхнем углу экрана, параметры. В параметрах меня интересует печать, публикация вкладка. В печати публикации ставлю отчет смещения чертежа от края листа. Окей. Это первый пункт, который мы с вами должны сделать. Дальше мы уже будем настраивать на листе. Листы у нас с вами по умолчанию. Мы весь наш проект делали в пространстве модели. А сами листы, для того, чтобы вводить их в дальнейшем на печать, располагаются в левом нижнем углу экрана. По умолчанию там есть три вкладки основные. Либо две, либо три. Сейчас объясню. Модель. Лист 1. Лист 2. В ранних версиях продукта располагалась только модель и лист 1. Ну и также зависит от настроек самого шаблона, на самом деле, который вы использовали. Я перехожу на вкладку лист 1. По умолчанию все листы, которые программа создает, они автоматически формата А4. Мы сейчас будем это корректировать. Что мы сейчас с вами делаем? В первую очередь поговорим, что мы видим, перейдя во вкладку лист 1. Во вкладке лист 1 мы с вами видим три основные области. Первая область, которая может подсвечена любым цветом, программа автоматически выбирает слой, в котором создается базовый видовой экран. Видовые экраны это порталы в пространство модели. То есть, по сути дела, мы, находясь в листе, переходим в пространство модели, чтобы нормально оптимизировать все границы и нормально вывести чертежи на печать. Вторая граница, это область нашего листа до границы области печати, до пунктирной линии. Пунктирная линия, это то, что находится за пределами области печати. Мы сейчас все это уберем. Когда сначала выберем необходимые листы. Что я делаю? Я удалю сейчас для начала стандартный видовой экран. Мне он пока не нужен. Зная габариты своего объекта, хотя бы визуально, я могу представить, на каких листах они у меня уместятся в дальнейшем. Напоминаю то, что у нас с вами в приложении должны быть чертежи. Сначала идет ведомость рабочих чертежей, потом чертежи. Поэтажные, потом фасады, потом разрез. Фасады, разрез могут быть в разной последовательности. Сначала могут идти разрез, потом фасады, либо фасады, потом разрез. И самым последним схема заполнения комнатных дверных проемов и витражей. Главное, что вы должны не забывать, это ведомость. И это же будет первый чертеж, начинаются чертежи сборка, сами мои же ведомости рабочих чертежей. О ней я поговорю более подробно, чуть попозже, она у меня уже создана. Потом чертежи всех этажей, а потом уже может идти либо разрез, потом фасады, либо фасады, потом разрез. Сначала представляется поэтажка. Итак, в листе нашем я нажимаю правой кнопкой мыши по обозначению лист 1 и захожу в диспетчер параметров листов. В диспетчере параметров листов я могу еще раз убедиться о том, что у меня лист А4 210 на 2197. Я нажимаю редактировать этот лист. Так как я буду базироваться с поэтажкой, планы первого этажа, то нам необходимо с вами выбрать необходимый лист. По умолчанию у нас с вами выбирается принтер, если он у вас подключен. Если не подключен, то у вас в имени принтера здесь стоит нет. Что мне необходимо настроить в первую очередь? Я выбираю Plotter Printer, чтобы одновременно и сохранить чертежи в формате PDF, но и на самом деле вывести их на печать. Это две взаимосвязанные вещи. Я должен выбрать наиболее всего адекватно, у нас с вами работает dvg2pdf функция. dvg2pdf, грубо говоря, это печать на носителе PDF. Я откачусь назад к первоначальным настройкам. Помните, я смещал... Сейчас нажму здесь ОК. Закрыть. Помните, я смещал в параметрах Отчет смещения чертежа. Я ставил от края. Вернусь назад. После того, как вы поставили смещение от края начала координат, вернусь назад в диспетчер проекта. На самом деле, чтобы показать вам, что изменилось, я откачусь в проекте. Видите пунктирная линия, которая была, граница области печати. Мы ее убрали каким образом? Опять же повторюсь. Лист. Диспетчер параметров листов. Редактировать. Я выбрал плоттер dvg2pdf и перепроверил, чтобы смещение от начала координат было нулевое. Я прежде всего сейчас не буду переходить на лист, не буду нажимать ОК. Но могу вам сказать, если я сейчас нажму, у меня пойдет эта граница области печати. Она будет там буквально 5 мм, но это не критично. Итак, я выбираю лист. Скорее всего, это лист формата А2. Вы скажете, как я определил свой лист, на котором у меня размещаются чертежи, на самом деле исходя из опыта моделирования. Либо вы будете просто простым подбором определять, в каком масштабе у вас разместятся ваши отображения на листе. Не сбывая о том, в каком масштабе вы выполняли само моделирование. Итак, я предполагаю, что на листе в формате А2 у меня замечательно влезут все мои отображения. ОК. Закрыть. Я вижу то, что у меня никакой границы уже нет в области печати. А если есть она минимальная, так что мне ее невозможно убедить. Второе, что мне необходимо сделать. Чтобы научиться работать с видовыми экранами, и вообще что это такое, и как дальше выполнять моделирование, я зайду в свойство слоя. Создам два новых слоя. Первый слой будет называться видовые экраны. При помощи него мы будем создавать видовые экраны, как вы понимаете. И второй слой рамка, либо основная надпись. Ну, в зависимости от того, что я буду делать. Создаю слой. Первые видовые экраны. Цвет я задействую. Любой. Толщину. Любую. Потому что мы все равно его не будем выводить на печать. А это делается, нажав на функцию отключения печати. Главное перепроверьте сейчас, чтобы все остальные слои, которые вы использовали в моделировании случайно, не были когда-то вами выключены. И второй слой. Основная надпись, либо рамка. Как вам удобнее потом определить. Не забываем то, что в слоях мы задаем обозначение, чтобы можно было самим их найти. И проверяющим мог понять, что вы делали в этом слое. Рамка листа я назову. Цвет я буду задействовать сейчас любой. Толщину могу оставить тонкую линию 0.25. В дальнейшем я буду ее менять в свойствах конкретного элемента. Настраивать вручную. То есть, когда мы с вами сейчас приступим к моделированию, я покажу, где она меняется. Ее толщина. Итак, слой видовые экраны я делаю активным. Закрываю свойства слоя. Что я делаю теперь? В слое видовые экраны, находясь на листе, у нас появляется с вами новая вкладка, которую многие не замечают первоначально. Подсвечена она таким синим цветом. В более ранних версиях программы она просто подсвечивается немножко другим тоном. Вы можете увидеть. Называется вкладка «Лист». Во вкладке «Лист» нас с вами интересует прямоугольный видовой экран. В более ранних версиях, на самом деле, там оно немножко по-другому и немного в другой области располагается, чем сейчас. Сейчас он располагается в левой верхней части экрана. Итак, есть здесь возможность создания прямоугольного видового экрана, многоугольного объекта. Объектный видовой экран необходим, когда мы выносим только какой-то конкретный объект. Прямоугольный. Разрез не всегда может идти прямолинейный, он может идти, повторяя структуру и текстуру основных несущих конструкций по зданию. Об этом мы с вами будем узнавать уже на старших курсах. Сейчас основная эта информация, а также кто только учится работать в Автокаде и для моих первых курсов. Прямоугольный видовой экран – это просто прямоугольный портал в пространство нашей модели. И его мы с вами будем использовать. Итак, поставить необходимо базовую точку и конечную точку. Нажав один раз левой клавиши мыши в одной части нашего листа, нажав второй раз левой клавиши мыши во второй части нашего листа, я попадаю в пространство модели. Чтобы перейти в сам видовой экран, есть возможные две основные функции, которыми все пользуются. Либо два раза нажав левой клавиши мыши в его области, и также выход из видового экрана – это два раза нажав левой клавиши мыши за его пределами. То есть вот я могу двигать лист, зажав колесико мышки. Когда я нахожусь в видовом экране, я не двигаю пространство модели. И второй возможный момент. Снизу у нас с вами в панельке появилась возможность активации листа. Я перехожу в лист, нажав на модель, я возвращаюсь назад на лист, точнее наоборот. Находясь на листе, нажимая на лист, я перехожу в модель, нажав на модель и возвращаюсь назад на лист. Таким вот образом. Очень полезная функция, особенно когда вы приблизили максимально видовой экран, перешли вроде бы как в него, и теперь сколько бы вы раз не крутили колесико мышки, назад вернуться не можете. Многие откатываются, но можно нажать просто на функцию модель, и вы вернетесь на наш лист. Я буду учиться выносить планы моих этажей. Конкретно нажму два раза левой клавиши мышки, сфокурирую свой взгляд на плане первого этажа, и тут нужно помнить, что нам необходимо вынести с вами в том же самом масштабе, в котором отображалось, вы проводили моделирование своего элемента. Это масштаб аннотации, чтобы совпадал на листе и, соответственно, с пространством модели. Мы масштаб аннотации для планов наших этажей, ГОСТовский использовали, один из ГОСТовских, точнее. Один к 100. Соответственно, здесь, находясь в видовом экране нашего листа, сфокусировав изображение, грубо говоря, чтобы в рамку оно попадало, хотя бы визуально потом вы будете ее передвигать. Я выбираю масштаб внизу, в правом нижнем углу экрана, один к 100. Вот у меня отмасштабировался мой план этажа. Здесь линия еще лишняя. Сразу же хочу сказать, любые изменения, которые вы привносите в модель через видовой экран, они у вас меняют то же самое в пространской модели. Поэтому удаляя здесь элемент, он удаляется в пространской модели. Не нужно его лишний раз удалять. Когда вы сориентировали свой объект, и уже он хорошо и красиво выглядит, вы блокируете видовой экран. Зачем это делать? Чтобы лишний раз вы никуда не переместили, не поменяли масштаб, и все отображалось корректно и красиво. Также у тех, у кого возникает небольшой глюк с видовым экраном, а конкретно это с отображением осей, сейчас я их разблокирую, видовой экран. Лучше всего, на самом деле, но здесь нужно было выбрать только оси. Заблокировать и разблокировать. Вспоминаем, у нас оси должны быть штрихпунктирные, а они показывались у нас сплошной линией. Бывает такой графический глюк, особенно когда много элементов в пространстве модели располагается. Он не может нормально отмасштабировать масштаб от нотативности. Обновление пространства модели, двойное нажатие на колесико мышки, не всегда спасает. Но спасает заблокировать и разблокировать данный слой. Просто поставив на него замок и отжав замок. Возвращаясь в пространство нашего листа, сейчас сначала заблокирую. Заблокирую слой, возвращаюсь. Вот таким вот образом. Дальше, что мы с вами делаем? На самом деле, правильнее всего запроектировать теперь уже здесь в слое наша рамка основная. Потому что рамка листа я создавал. Рамку листа. Вспоминаем у нас слева 20 мм должен быть отступ. Снизу, сверху, справа по 5. Слева 20. То есть 20, 5, 5, 5. Сама основная надпись мы используем ГОСТовскую. Она будет вынесена выше. И плюс балл будет моим студентам за то, что они отработают функцию выполнения основной надписи в блоках с атрибутами. У меня этот блок с атрибутами. Спасибо моему коллеге уже изначально был подготовлен. Дальше что? После того, как мы добавили... Давайте сейчас сделаем. Скопирую блок. Вставлю его, размещаю здесь. Видовой экран я могу его... Габарит это подрезать немножко, чтобы он никак не накладывался на мой элемент. Находясь в рамке листа, я запроектирую лист. Сейчас вспоминаю. Я 2 использовал. Диспетчер параметров листов мне показывает габарит. 594, 420, это 2, да. 500... Нет, здесь 420 нужно. 420. 594. 420. Соединяем. Внешняя рамка должна остаться тонкой. Внутренняя у нас толстая. Что я делаю? Сместить 20 миллиметров. Смещаю внутрь на 20 миллиметров то, что у меня линия слева, которая располагалась. И по 5 миллиметров смещаю сверху, справа, снижу. Выделяю элементы. Обрезать. Обрезаю то, что мне не нужно. Внутренний мой контур. Я настрою вручную толщину линии. 0,5. Чтобы они у меня выглядели толстыми. Опять же, я не меняю свойства слоя. Я меняю свойства конкретной модели. Дальше я совмещу все вместе. И произведу наложение на свой лист. Вы изначально могли проектировать. Я при помощи функции перенести перенес. Мой блок с атрибутами. Вы могли изначально проектировать сразу же в своем листе необходимую рамку по координатам. Через запятую. Сейчас мне придется воспользоваться переносом рамки по координатам. Я воспользуюсь функцией перенести. Зацеплюсь за внешний угол. Получается, он уже у нас на 0 должен наложиться. Дальше. На клавиатуре нажимаю решетку. И прописываю 0,0. Вот моя основная надпись. Накладывается на мой лист. Ровно. Тик в тик. Это все, что основное нам нужно было знать при работе с видовыми экранами. Вы скажете, видовые экраны у меня здесь некрасиво отображаются. Ничего страшного в этом нет. При выводе их на печать мы не увидим. Вы можете его скрыть. Выключив лампочку на нее. Опять же, что я сделал. Выбрал функцию отключения выбранного слоя. Выключил слой. Либо мог перейти в свойства слоя. Отключить для отображения видовые экраны. Выключив лампочку. Но как работать с слоями у меня уже было отдельное видео. Теперь. Мне что так с каждым листом делать? Это же очень сложно. Давайте сейчас посмотрим, как сделать это быстро. Лист один правой кнопкой мыши. Нажимаем на него. Сначала изменим имя. Мы делали с вами план первого этажа, поэтому я называю его план первого этажа. Что я могу еще с ним сделать? А теперь пойдет небольшая магия. План первого этажа правой кнопкой мыши. Функция переместить, копировать. План первого этажа. Он у меня по умолчанию подсвечивается. То, что я с ним выполняю. Если я сейчас не буду ставить вот здесь галочку создать копию, у меня лист просто поменяется в очередности. Этого делать не нужно. Я просто нажму галочку, поставлю создать копию и нажму окей. У меня появился план первого этажа 2. И здесь уже есть и основная надпись моя. И план, который в дальнейшем что я делаю? Нажму правой кнопкой мыши по листу. Переименовать. План второго этажа. Теперь перейду в видовой экран, разблокировав его. Перейду свой взгляд на план второго этажа. Вот у меня план второго этажа. Не забудьте блокировать видовые экраны. И дальше план третьего, последующих этажей, также и с фасадами. Вам нужно оформить один лист. Если у вас по формату влезают все остальные проекции, ваши проекции, то вы используете его. Сами листы менять очередность, просто зажав левую клавишу мыши, как вкладку на браузере, я могу поменять их очередность. Зажимаете левую клавишу мыши на необходимой вкладке, если вам это необходимо, и меняете их последовательность. Ведомость рабочих чертежей. Ведомость рабочих чертежей мы тоже оформляем согласно SP. Ее вид будет вынесен. Можно оформить ее в виде блока с атрибутами. Можно оформить ее в виде табличного значения. У меня изначально здесь это была табличка, которая уже в дальнейшем отмасштабировалась под данные отображения. Делается она на листе формата А4 в вертикальной ориентации листа. Вообще лист формата А4 старается не использовать в горизонтальной ориентации. Оформляете. И в дальнейшем как производится печать нашего элемента. Опять же, кто только учится работать в автокаде ведомости, можно спроектировать здесь вручную. Слой у вас есть. ГОСТовское обозначение у вас есть. Как выводится все на печать, либо как сохраняется в формате PDF. Да, вы также можете не только сохранить PDF, а вывести на ваш плоттер. Если мало ли у вас есть, и вам необходимо научиться печатать сами элементы. Как у нас производится печать? Либо в левом верхнем углу экрана у нас есть функция печать, либо у нас нажав на буковку А функция печать, как вам удобно. Будем пользоваться печатью. После того, как вы нажали функцию печать, первый раз, когда вы созданы на работе с программой, у вас появляется вспомогательное окно, используете линию пакетную печать. То есть, все созданные листы можно разом загнать в одну PDF. Либо разом отправить на печать. Советую этим пока не пользоваться. Мы будем печатать с вами один лист. Дальше что я делаю? Смотрю, настройки у меня были. DWG, 2PDF. А4 я ведомость печатаю. Лист. Смещение без полей. Если вы печатаете в черном-белом виде, а у нас все чертежи сейчас у моих студентов будут печататься в черно-белом виде и сохраняться в черно-белом виде. Для некоторых я говорил, особенно у кого разноцветные фасады, у них используются разные цвета штукатурок, то вы можете оставить цвет. Но не забывайте о том, что у вас слои контуров в вашей здании, всяческие другие слои, если вы использовали цвета в нем, то их необходимо сделать на время хотя бы черным цветом. Чтобы осталась только штриховка у вас цветная. Так вот, чтобы у вас вне зависимости от настроек слоя... Сейчас я так закрою с вашего позволения. Потому что вспоминаем, у нас слои разноцветные используются, чтобы можно было их нормально структурировать, нормально найти какие-либо элементы. Чтобы они не выводились также в цветном виде на печать, я ставлю настройки, возвращаюсь в окно, таблица стилей печати, монохром. И тогда у вас все будет в черно-белом виде. Я могу, конечно, посмотреть лист, что у меня в итоге получится. Вот он мой лист, немного смещен. Сейчас отредактирую. А, это из-за границы области печати, все нормально. Печать. Давайте на нашем плане лучший этажа, который был изначально сделан. Печать. Один лист. Уже здесь все настройки есть, кроме монохрома. Ставлю монохром. Нажимая ОК, появляется окно, куда необходимо сохранить файл ваш. Соответственно, есть путь различных документов, и вы используете его. Ну, либо на флешку, либо в какую-либо папку. Я сохраняю стандартную папку, вы ее не увидите, я ее сохраню для сохранения своих личных данных. По умолчанию она называется в соответствии с названием вкладки. Была план первого этажа, и называться будет план первого этажа, и название документа, который вы выполняли. У меня он как называется. Сохранить. Я уже пробовал записывать это видео, поэтому у меня уже он существует. Заменить ли его? Да, заменить. Он откроет у вас окно браузера, в котором сразу же покажет ваш чертеж. В черно-белом виде. Все распубликовано. Давайте сделаем еще один. Печать второго этажа. Печатать один лист. Проверяю, чтобы вывела настройка Monarch Chrome. Макей. Печать. Вот он будет напечатан. В принципе, это все, что нужно было вам сказать про выводы чертежей на печать, как сохранять их в PDF, и как работать с видовыми экранами, и про основную надпись и ведомость рабочих чертежей. Всем спасибо. Скоро будет новое видео. Надеюсь быть полезным. Всего доброго.